На начало августа в российских исправительных колониях содержалось почти 349 тысяч заключённых. Однако, по данным Федеральной службы исполнения наказаний России, к началу ноября их количество резко уменьшилось – до 325 тысяч. Суммарно за два месяца из колонии исчезло более 23 тысяч человек. В 2022 году Госдума не объявляла амнистию и не принимала законы, которые должны были облегчить участь заключённых. Но с началом войны в России появился человек, который обещает свободу в обмен на участие в войне против Украины. Это Евгений Пригожин, который вербует осуждённых в ЧВК Вагнера. Родственникам завербованных отвечают, что их местонахождение – это секретная информация. Также неизвестно, как оформляют тех, кто погиб на войне. Из публикации в издании «Медиазона». Количество пропавших российских заключённых также совпадает и с данными основательницы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой. По её подсчётам, к концу октября число завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине превысило 20 тысяч. А к середине ноября оно составило почти 35 тысяч. Романова считает, такой резкий скачок вызван тем, что ЧВК Вагнера начала вербовать заключённых и за Уралом. Из первых трёх зон в Пермском крае на войну увезли сразу полторы тысячи заключённых. Любой ОФСИН на любые запросы о том, где заключённые, отвечает, что это государственная тайна. Как отмечает эксперт, ЧВК начала вербовать на войну также и заключённых граждан СНГ, например, Белоруссии и Таджикистана. Более того, по словам Романовой, вагнеровцы убили порядка 40 осуждённых. А резонансное убийство заключённого Евгения Нужина, ранее завербованного ЧВК – не первая их внесудебная расправа. Порядка 40 человек подверглись внесудебным казням со стороны вагнеровцев. У них называется «обнулить». Я думаю, что на самом деле больше. Американский институт изучения войны считает, что российские власти готовятся продолжить скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва. Хотя ранее Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация закончится 31 октября. Впрочем, телеграм-канал «Пограничный контроль» 17 ноября распространил фото повестки, полученной петербуржцем, в которой было приказано явиться военкомат в январе следующего 2023 года. Очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью. А это означает, что ограниченное количество мобилизированных призывников всё ещё проходит через систему подготовки, в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения. Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине из-за следования Института изучения войны. Через полгода участия в боевых действиях в Украине ЧВК «Вагнера» обещает осуждённым, что они будут помилованы. Но издание «Медиазона» отмечает, что законопроект об этом ещё не принят. И ни одного указа Владимира Путина о помиловании конкретных заключённых тоже не было. Виктория Синько, Никита Побенко для телеканала Freedom.